На рынке труда в Кустанайской области сложилась неоднозначная ситуация. Пока одни жители не могут найти работу и состоят на учете в центрах занятости, в некоторых учреждениях острая нехватка специалистов. Все так же в сфере образования нужны педагоги, математики, физики, учителя английского языка и дефектологи. Вот это самая главная проблема для области. Педагоги специального образования, так называемые дефектологи. Вот они востребованы, они нужны. Не только нужны в школах, и нужны и в наших областных организациях, которые располагаются территориально в районах и городах. Но вот эта категория сегодня на пике. По данным Управления координации занятости, оставляют заявки о вакансиях и медорганизации по всей области. Практически в каждом районе нужны ветеринарные врачи. Есть нехватка и отоларингологов, гинекологов, врачей общей практики. Нужны в Кустанайской области и кадры технического и профобразования. Поэтому многих, кто обращается за работой, направляют на обучение. 3 632 человека направлены на обучение на краткосрочных курсах и подготовку кадров степо. В прошлом году в области создано 15 897 рабочих мест, которые 100% отражены в интегрированной карте создания рабочих мест. Карта работает в онлайн-режиме. На проектах, реализуемых в рамках государственных, правительственных программ, программ развития региона, у нас создано 8732 рабочих места. Несмотря на это, по области последние несколько лет идет небольшой рост безработицы. Если в прошлом году он составлял 0,4%, то сегодня это уже 0,6%. В ведомстве ситуацию объясняют увеличением числа обратившихся. Тех, кто проходит переобучение по госпрограммам и тех, кто числится как безработный, но в это время занят на временных работах. Популярным стали общественные работы. Здесь можно заработать чуть больше 63 тысяч деньги. По санитарным уходным работам даже в прошлом году хорошая практика была. Хотя бы на 4 часа там где-то выйти, озеленением заниматься. Особенно для многодетных матерей, которые не могут полностью 8 часов выходить на работу. На 4 часа выйти там, побелить заборы, бордюры побелить, мусор убрать, полить зеленое насаждение. То есть в этом направлении мы дополнительно выделим деньги. Всего на учете в центрах занятости остаются почти 9 тысяч человек. Это на 3,5 тысячи человек больше, чем в 2018 году. Вообще за прошлый год в центры занятости обратилось более 20 тысяч человек. В профильном ведомстве указали, что на этот год планируется создать дополнительно 16 тысяч рабочих мест. Кроме того, для жителей будут оказаны и другие меры занятости. Это молодежная практика, социальные рабочие места, обучение по госпрограммам.